Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Начиная сегодняшнюю программу, я почему-то волнуюсь, что со мной происходит не так часто, я вам честно признаюсь. Дело в том, что напротив меня сегодня сидит очаровательная девушка. Ее так сегодня некорректно называть, потому что... Ну давайте я начну с главного. Тема сегодняшнего мероприятия, тема сегодняшней программы звучит пафосно. Роль личности руководителя при становлении частного бизнеса. Можете себе представить? Вот об этом всем мы будем сегодня говорить ни с кем иным, как с очаровательной Еленой Ищеевой. Да, 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 уважаемые слушатели, это та самая Лена, которую вы некоторое время назад могли практически ежедневно видеть на экранах телевизоров, на федеральных и центральных каналах. Она также очаровательно улыбалась, рассказывала вам, ну, порой какие-то глупости. Ну, хорошо, не глупости. Говорила о чем-то легком таком, легком, воздушном. А сегодня, еще раз повторю, мы с ней говорим вот именно на эту тему, даже я не смогу ее повторить, наверное, сейчас. Потому что сейчас она выступает в качестве не этой легкой, очаровательной, воздушной ведущей кулинарного шоу, да? Вела ты кулинарное шоу? Чего я только не вела. А сегодня она, внимание, Елена Ищеева, исполнительный директор банки.ру. Информационного агентства, информационного портала, лидера Рунета по банковской тематике банки.ру. Во-во-во-во-во, поправляет меня. Это не та уже Лена. Ну, это частности. Это частности, конечно. Так вот, друзья мои, призываю вас со вниманием слушать сегодняшний эфир, потому что как, как вот эта метаморфоза может произойти в человеке в принципе, и тем более в женщине. Я так не люблю слово очаровательное. Хорошо, все, я выйдем. Оно никакое. Ну, что значит очаровательное? Ну, подожди, подожди. У меня задача... Нет, два, не полтора. Вы не сможете окартинить, вы на радио. Поэтому здесь надо выдавать сухие факты, цифры. Человек слушает, он не видит. Он меня даже сейчас, он меня перепутает с Веденеевой, с кем-нибудь еще. Ну, ладно. То есть и понесется коса на камень. Я тебя умоляю, тебя ни с кем не перепутаешь. Подожди, я понимаю, ты рвешься в бой, в конце концов, ты сюда пришла... Время, деньги, время, деньги. Да, да, не комплименты выслушивать от меня какие-то, тем более не раз, не полтора, а говорить по существу. Я, тем не менее, просто напомню, уважаемый слушатель, у вас есть возможность позвонить сегодня в студию и Лене задать любой вопрос, тем более... Нет, лучше поддержать дискуссию и поддержать тему, и назвать тех руководителей по вашему мнению, личность которых определяет тот бизнес, который они создали. Извините за тавтологию. Я могу, Олег, предварить... Я же такой человек, да, я сейчас девушка, живущая в сети. Но я в ней не живу, я в ней работаю, потому что это семейный бизнес, это затягивает, это интересно. Но я, конечно, абсолютно публично, я люблю глаза в глаза. Но, собираясь к вам на эфир, я кинула такую ссылочку в Твиттере, кого бы вы назвали яркими личностями современного отечественного бизнеса, которые определили лицо своих компаний. Можно я зачитаю список, вот как приходили фамилии? Прямо у меня все можно проверить. Касперский, Чечеваркин, Теньков. Нет, это просто... По порядку. Это как люди отвечали, это разные люди, это их мне. Владимир Путин, Александр Лукашенко, руководители бизнеса, то есть страна это тоже бизнес. Евгений Савченко, бывший губернатор Кубани Кондратенко, Роман Абрамович с припиской, который начал зарабатывать с 90-х и однажды сказал, я могу сказать, как заработал каждый миллион, но не первый. Хорошенькое было сообщение. Сергей Галецкий, Константин Римчуков, Вагит Олег Перов. И кто-то в финале сказал, ну и вы с мужем Филиппом тоже молодцы, потому что определяете лицо своего портала. Поэтому мы иногда выходим из тени, вот этой сетевой, так как деньги любят тишину, но иногда публичность и грамотный совет им тоже не помешают. Вот на этом бизнес наш и состоялся. Это здорово. Ну смотри, я с тобой согласен, абсолютно деньги любят тишину, но учитывая формат введения вашего бизнеса, все-таки это вещь такая публичная. Нет, но... Это же интернет в конце концов. Но человек же заходит и в тишине получает необходимую информацию, чтобы принять верное решение. Наша задача его направить туда, чтобы не было мучительно стыдно за то, куда он пошел. Мы раскрываем всю подноготную банковской индустрии и отвечаем за то, что мы делаем честно, неподкупно. То есть мы остались с Филиппом, не скромно, хорошими журналистами и каким-то образом сумели на этом построить, на этой честности, достаточно интересный бизнес. Вот такая наша школа. Это здорово. Это здорово, потому что честный бизнес, это такое, да? Не часто встречаю слово сочетание, оно какое-то корявенькое, честный бизнес. Тем более, ты вспомнил Абрамовича, и он так любезно умолчал по поводу приобретенного первого миллиона. Это нормально, мы прекрасно знаем. Тем более, есть афоризм известный, что большие состояния, как правило, называются известным путем. Ладно, значит, два слова давай, это очень интересно. Еще раз повторю, меня, по крайней мере, сейчас больше всего занимает именно вот это, ну, наверное, тоже тебе не понравятся эти слова. Пересадка? Пересадка. Ну, метаморфоза, если позволишь, потому что вот это изменение твое, ну, как минимум, да, это изменение внутри прежде всего, потому что внешность, я уже упомянул, это некое другое, наверное, да, мировоззрение какое-то, другое там, что-то внутри поменялось, образ жизни наверняка изменился, да. Кардинально. От этой Лены ты пришла к этой Лене, вот как это произошло? Ну, понимаете, просто в какой-то момент я осознала, что торговать лицом мне скучно. Наверное, был заложен с рождения некий потенциал изговорчивости, сложного характера, структуры ума, что я всегда на все вопросы искала сугубо свои ответы. В принципе, за это зритель меня любил, и за это он меня запомнил, потому что манера рассуждения в прямом эфире, который мне довелось ввести в бытность еще на российском телевидении, она была своеобразна, жесткая, конкретная, всегда докапывалась до сути. И за это мне зритель благодарен по сей день, потому что вот этот флер популярности уже длится 10 с лишним лет и не сильно иссякает, чему я крайне удивлена. Но зарабатывать, когда ты просто произносишь чужие тексты и зарабатывать своим умом, это две большие разницы. То есть сейчас я настолько самодостаточна, что мне, знаете, вот интересно даже побыть в тишине, потому что в этот момент рождаются интересные идеи. А раньше я тишины боялась, как любая публичная персона. Мне не звонят, меня не зовут. Это ужасно, меня забыли, меня забыли. А сейчас оставьте меня в покое, я придумаю, как заработать, я найду нишу, я найду подход. То есть, знаете, это вечная работа над собой, это тот пресловутый мотор, который и был во мне изначально, но он не сумел раскрыться на 100% на телевидении. Момент, когда тебе скучно, когда ты при высшем образовании режешь сельдерей, готовишь яичницу, а сердце стонет, и вот надо было выбирать. Вы слышите, как она говорит? Надо было выбирать. Режешь сельдерей, а сердце стонет. Рисуются просто драматические картины. Понимаете, в какой-то момент я поняла, что я мечту реализовала. Я с детства хотела вот на голубой экран. Окей, я попала, но я поняла, что как личность меня он перабощает. Я теряю себя, я подстраиваюсь под мнение зрителей, я подстраиваюсь под мнение руководства, я раз согнулась, два перегнулась, четыре, и вдруг я поняла, что еще его больше нет. Это какой-то гибрид, который пытается выжить. И я ушла. Я ушла в сеть, в которой ровным счетом ничего... Я ушла следом за мужем. Извини, пожалуйста. Я все-таки... Да. Это нормально, кстати. Ты как декабристка. Да, кстати, да. Я пошла следом за мужем. Это нормально. Я все-таки вернусь. Вот мы говорим о самореализации, и ты, еще раз, я тебя процитирую, ты не нашла возможности до конца реализоваться будущей известной ведущей, будущей, так сказать, работы в этом бизнесе. Но возможности не дали, я просила. Вот, вот об этом речь, да? Я хотела авторскую программу как кусочек своего телевизионного бизнеса. Мне сказали, пошла в сад. Чужие тексты. А почему бы не занять... Нельзя. Нельзя. Понимаете, там судьбами манипулируют. Мы все-таки там солдаты. Мы не звезды. Мы солдаты, выполняющие конкретное партзадание. Вот. А что-то я вот посчитала, что, наверное, Бог дал нечто большее, и надо в этой жизни сделать что-то свое. То есть правильно я понимаю, что там самореализоваться, вот в таком... Нет, в узкопрофильном формате либо ты согласна с той позицией, в которую тебя поставили, ну, либо ты не согласна. То есть вот в этих рамках ты можешь что-то, да? За эти рамки ты не можешь. Соответственно, если ты вырастаешь, да, размерчиком больше, уже упираешься головой, и у тебя выбор, да, либо я с этим заканчиваю, либо я... Мне сказали поздором, и тебе дать... Ты не станешь. Соловьевым тоже. Вот твоя задача улыбаться 90-60-90, следить за фигурой, и вообще, женщина, не лезьте, куда не надо. То есть, ну, это так иносказательно, но это предопределило то сопротивление, которое у меня возникло. Понятно, что сначала это коллапс, ты распрощалась с мечтой своей молодости, но все, что не убивает, делает тебя сильнее. И вот уже в этой ситуации ты можешь рассчитывать только на свои внутренние силы. И я наконец-таки поняла, сколько я стою. Понимаете? То есть когда ты сегодня приносишь, ну, солидные контракты, и не потому, что ты симпатичная. Потому что там, где я сейчас хожу, огромное количество симпатичных девушек, дам, бабушек. Потому что банковский бизнес, вы понимаете, всегда там красивый экстерьер, красивый интерьер. Но там, как мне сказал один бизнесмен, я ему однажды свою идею донесла за 30 секунд. И оказалось, что это гениальные правила бизнеса. Если ты за 30 секунд объясняешь профессионалу рынка, на чем он заработает и чем ему это интересно, значит ты чувствуешь вообще вот эту конво. Я раскрыла в себе новые таланты. Я не промоушен, я не реклама, хотя я и промоушен, и реклама, когда я веду бизнес-переговоры, но всегда есть идея пользы. Я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество, которое пронесет пользу и нам, и тому, кто с нами работает. И банки, понимаете, они все считают. Их невозможно за красивые глазки заполучить. Сегодня у нас более 250 клиентов, а аудитория сайта более 130 тысяч человек, в день, и сейчас у меня идут телевизионные программы на портале, то есть я не ушла с телевидения, просто телевидение переехало в интернет. Это онлайн-вариант. Нет, это записные красивые передачи с монтажом, съемка на две камеры, все по-взрослому, просто трансляция идет в сети. И смотрит ограниченный круг людей, кому это интересно, точечно, мне не нужны миллионы, потому что им эта информация ничего не даст. Смотрят банкиры, смотрят клиенты, и мы аккуратно направляем сознание тех людей, как бы мы не манипулируем, я не люблю это слово, мы им подсказываем, что правильно и что им тоже будет выгодно. Я понял, Лена. Спасибо огромное. Мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, мы продолжаем наш сегодняшний эфир на Финам.ФМ. Бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня со мной в студии Елена Ищеева. Непривычно, но тем не менее, исполнительный директор информационного портала, да, если так... Информационное агентство официальное. Информационное агентство, банки... То есть мы электронные СМИ. Значит, я напомню еще раз, мы сегодня обсуждаем вот такую тему, роль личности руководителя при становлении частного бизнеса. И напомню все же я нашим слушателям, которых есть возможность присоединиться к эфиру. Телефон студии 651099,6, Кот Москвы 495, 651099,6. И, соответственно, есть возможность путем электронного СМИ, то есть зайти на сайт финам.ФМ и, соответственно, присоединиться к нашему диалогу, задать свои вопросы Лене или поделиться собственным мнением. Ну и давай я еще раз, да, озвучу вот эту просьбу твою. Хотелось бы услышать от вас, уважаемые слушатели, кого из личности вы можете ассоциировать с тем или иным бизнесом, вот, да, чтобы вот так читалось сразу, что вот этот человек, это практически... За его спиной стоит вот это дело. Этот человек, за ним вот это дело. Ну, ряд фамилий мы уже назвали в самом начале. Они действительно на слуху, и за что я благодарна нынешней своей ситуации половину из тех людей, которых я назвала, и Женю Касперского, и Олега Тинькова. Я очень хорошо знаю. Это уникальная возможность... Но ты знаешь их в той жизни? Нет, нет. В той жизни я бы даже не приблизилась. Они бы даже в мою сторону не посмотрели. Ну, милый мой, подожди. Нет, нет, нет. Ты вела программу, они бы оказались на телевидении. Нет, нет, нет. Эти люди на телевидение не ходят. Это не их формат. Они делают деньги. Я с ними как раз-таки работаю сугубо по нашему порталу по взаимодействию в интернете. И я очень часто езжу и беру у них интервью и наблюдаю. Это мои университеты. Я смотрю, как они общаются с персоналом, строят свою компанию, как ведут переговоры с инвесторами, как выстраивают взаимоотношения. Это такие университеты. Этому не научат ни высшая школа экономики, ни финакадемия. То есть я играю на интерес. Я выбираю тех людей, с которыми мне интересно быть, иду к ним, задаю вопросы и получаю ответы, потому что они меня уже уважают не как известное лицо, а как сказал Олег, я цитирую, но по словам одного банкира, ну как бы, те, кто не создал бизнес, это люди второго сорта, как он сказал. Для него существуют только владельцы бизнеса, потому что это люди, я не согласна с этим изречением, мне его процитировали тоже с негативным подтекстом, но это каста людей, которые однажды сделали свой выбор. Я иду туда, где ничего не известно. Либо я выиграю, либо я проиграю все. И в принципе, это такие, знаете, гладиаторы, но которые за собой ведут. И личности, почему тема меня это вот подкупила, я сейчас вижу сужение круга этих личностей. После известного опроса, что наша молодежь хочет идти работать сугубо в госкорпорации, Газпром, Сбербанк, Роснефть, это означает, что поколение Next предпочитает тихо отсидеться, тихо отмолчаться, получать небольшие там свои оклады, и они не хотят звезд с неба. Вы знаете, мы другого... Они хотят стабильности. Да, но я тоже хотела стабильности, но вы знаете, вот именно туда, куда я пошла, стабильности не будет никогда, потому что рынок телевидения это самая изменчивая среда. Ну хорошо, вот с этой точки зрения, можно ли осуждать человека, который хочет себе, своим близким, своей будущей семье стабильность? Это плохо. А вы понимаете, при наличии своего частного бизнеса у меня появилась та пресловутая стабильность, которой у меня не было, когда я ходила в ранге телезвезды. Ну поясни, я не понимаю, какой стабильности? Ну ты, хорошо, я представлю, что ты нашла себя, ты самоутвердилась, и стабильность такая психологическая. объясняю, нет. У тебя нет вот этих мучений, да, о которых ты говорила? У меня нет, подпишет 31 декабря со мной продюсер, контракт или не подпишет, выкинут меня на другой канал, пошлют меня гулять по улице. Я устал от этих перетворотов. Это жизнь одна, и тратить постоянно нервную систему на то, что ты кому-то нравишься. А тут есть стабильность, потому что бизнес приносит прибыль. Мы самое сложное прошли, ему все-таки, простите, 7-8 лет, так между нами, в зависимости от чего. Мы уже стоим на ногах, и нас сдвинуть и подвинуть крайне сложно. Мы выстрадали, мы построили, и уже нет никаких убытков, нет никаких кредитов, мы чистые, прозрачные, и вот я стала лучше спать. Слава Богу. Наконец-то. Хотел пожелать тебе спокойной ночи, но это пока не вовремя. Нет, ну, кстати, тоже критерий. Это нормально, я согласен с тобой, абсолютно согласен. Кричать по ночам от ужаса, я не знаю, что завтра будет с моим контрактом. Ну, как минимум, да, не иметь возможности спокойно уснуть, потому что все время у тебя в голове какие-то картинки, что будет завтра, завтра нужно вот это, а как это решится, просыпаешься. Нет, сейчас есть картинки, сейчас есть картинки, где не было, что надо, как усилить, как перестроить команду, где плохо, где хорошо. Сейчас картинки, это кино уже совершенно иного масштаба. То есть, действительно, я пересел на другую орбиту. Это было сложно, но те, кто говорили, Лена, ты полная дура, уйдя с ящика, сегодня те же ведущие встречают меня, видя меня, они говорят, блин, черт возьми, она опять на коне. Конечно, простить такое крайне сложно, но я достаточно долго была в тени, чтобы сегодня говорить в открытую, что действительно мы не проиграли. А, кстати, вот тоже тема интересная, ну, те, кто рядом с телевидением, рядом с некой творческой атмосферой, прекрасно знаю, что ужиться, я не буду сравнивать ни с какими серпентариями, но ужиться бывает рядом людям творческим очень нелегко. Ну, а в бизнесе так же. Абсолютно. Я вот, когда я наблюдаю за яркими руководителями, они же команду подбирают под себя. То есть, их сила позволяет скомпоновать тот коллектив, который не будет террариума, это команда единомышленников, иначе бизнес потонет. Они под себя складывают мозаику. Это огромный талант, понимаете, и мы этому учились с Филиппом сами, и мы ошибались, и были предатели, и были ненадежные люди, и были люди, которые думали только о себе. И это самое интересное, переставлять вот эти судьбы и складывать свою палитру взаимоотношений, ведь за счет этого живет коллектив. И вырасти с пяти до ста двадцати, это чего-то стоит. Я не всех уже знаю в лицо, не всех знаю по именам, и, в принципе, сейчас уже, наверное, бизнес ролит мной, а не мы ролим бизнесом, потому что мы разрослись. Но то, что в моей жизни это произошло, и никто этого не ожидал, включая меня само, но тут я вру, потому что, когда я, будучи в Сосиной Талии, работала на многих корпоративных мероприятиях нефтяных компаний, я у того же господина Олег Первого многому училась. Я видела, как он беседует со своим персоналом, я видела, кто подобран в команду. И я, ведя эти корпоративы, больше наблюдала за тем, что происходит в зале, нежели за тем, как поет Киркоров. Поймите, ты всегда выбираешь, ты просто стоишь или ты все-таки работаешь и поглощаешь. Я всегда поглощала. Это здорово, но на корпоративах возможности мало поглощать, Тем более, это все все-таки в такой... Там, знаете, дисциплина. Я всегда участвовала в процессе, как это организовано. И, кстати, это меня научило делать свое мероприятие. И вот та церемония Бангода, которую мы забрендировали, она создана от начала до конца мной, благодаря тому, что я проходила все этапы с очень крупными гигантами и знаю, как это работает. Опыт уникальный. Вопрос, ты хочешь им воспользоваться или ты инфузория туфелька и будешь сидеть дальше на окладе в 30 тысяч, и это предел твоих мечтаний. Ну, это вряд ли предел твоих мечтаний. Нет, но это я вот... Я понимаю, понимаю. Я просто к тому, что опять мы попадаем в некие обстоятельства. Я вот о чем хотел тебя спросить. Абсолютно с тобой согласен по поводу того, что наверняка человек, который владеет бизнесом, который делает этот бизнес, да, он подбирает вот эту мозаику, состоящую из... Это очень важно. Это очень важно. А давай опять, извини уж, конечно, вернемся к тому времени, когда ты была этой мозаикой. Ведь почему вот случилось так и с тобой, и с твоими коллегами, да, ты мне рассказывал за эфиром? Потому что там наверху был владелец бизнеса, и он сказал, вот мне сейчас такая мозаика нужна. Наверное, да, да, да. Я сейчас начала очень многое понимать, что когда нас переставляли как вот эти вот пешечки, это действительно даже было нравится, не нравится. Нет, это были инвестор сказал. Да. Надо сократить расходы. Ой, она дорого стоит. Рентабельность. Вот они, бизнес. Вот они, бизнес-интересы. Конечно. И я сейчас, наверное, уже не осуждаю тех, кто нас просто резал по-живому. Потому что если им сказали секвестировать, вот они резали по-живому. Оптимизировать нам нужно расходы. Да, да, да. Как их оптимизировать? Ну вот, естественно, сокращаются, этих увольняются. Здесь, значит, компьютеры... Нам же ничего не объясняли, понимаете? Это же всегда абсолютно игра в одни ворота. Просто пошли нафиг. Вот. Не надо. Это в желтой прессе и в глянцевых журналах мы там все в бриллиантах стоим. Но чего нам эти бриллианты стоят? Ну это нормально, да. Это желтая пресса. Вот. Поэтому, видя все это, я сейчас тоже понимаю. Я знаю, как сложно увольнять. Я знаю, как сложно найти человека, который на сто процентов никто не хочет работать. Все хотят хорошие зарплаты, но при этом в исполнении своих прямых обязанностей очень часто страдает. То есть у нас вообще с культурой, ну я не знаю, пребывания в офисе происходят очень странные вещи. Вот. И я сейчас тоже этому учусь, и кадровая политика для меня не секрет, но меня интересует психология бизнеса, поэтому, кстати, мы общаемся и с психологами профессиональными и тратим на это достаточно крупные суммы денег, чтобы понять и раскрыть себя и раскрыть коллектив, раскрыть его потенциал, потому что если человек не хочет учиться, если он пришел и тихо залег в окопе, это трындец. И ждет зарплату. Это трындец, да. Это все, это конец, да. Это просто уязвимое пятно, которое потом может разрастись, как раковая опухоль. Кстати, вот говоря о неких бизнес-процессах, у тебя есть какие-то обязанности, да, или ты вот всем занимаешься, или мы пополам с Филиппом разделились, я этим, я этим рулю. У меня очень много проектов, но я сейчас перечислять это бесполезно. Не, не перечисляйте. У меня и Банки ТВ, и Организация Церемонии, и рубрика «Звезды в банке», где уже 350 интервью со звездами, я тоже это, к сожалению, делаю. Почему к сожалению-то? До сих пор, я думала, поведу один год, и звезды закончатся, а они все там, я их нахожу, нахожу, нахожу. Кстати, общение стало сейчас с Валерой Меладзе, прекрасное интервью, он оказался таким продвинутым пользователем банковских услуг. Я его, кстати, на сайте у вас видел, это вот как раз то самое интервью. Это мы как раз на одном из корпоративов, идя на сцену, я успела с ним побеседовать. Он так, он, оказывается, торговал недвижимостью, он строил коттеджи, он вложился в западную, и он честно рассказал, вот как это можно сделать без всяких подковерных игр. И вот эта степень открытости, ну, я поражена, мне действительно ее вот всю жизнь не хватает, но я благодарна, Валера, спасибо тебе огромное, это просто интервью одно из лучших, но у нас много хитов, и Бажена Рынска у нас отличилась со своим жутким скандалом с Ситибанком. Ну, она любит отличаться, да. И за 1400 рублей всего лишь, ну, 20 тысяч прочтений, я уж не знаю, что там Бажена сказала. То есть откровенно поданная информация, она пробивает рейтинги, побивает рейтинги и в сети тоже. Ну, подожди, вот если уж говорить о конкретной личности, да, которую ты назвала, она вообще эпатажная, она эпатирует, и она действительно так думает, как говорит, да. Ну, к ней ездил мой корреспондент, она как думает, так и говорит. Там прямая речь везде и всюду, тут даже вопросы, да. И Бажена этот материал согласовала, значит, да, она вот такая, и там она прям видна, это как зеркало. Класс, я обожаю. Я вообще, знаете, скучаю по качественной журналистике, когда попадается качественный материал. Ой, ну такой, все-таки я же не бизнес-вумен, я прежде всего журналист и выпускник журфака МГУ, и поэтому профессию не пропьешь. Но я рада, что на нашем портале собраны люди, а это и руководители, владельцы бизнесов, банков, которые ценят вот эту вот качественную профессиональную работу. Они готовы за это платить, чтобы получать качественный материал, качественную услугу. В принципе, то, к чему мы призываем и банковский сегмент. Господа, за качество мы заплатим, только предъявите это качество нам. А есть у нас мерило качество какого-то? Да. Если вы просуммируете все эти интервью, которые я сделала за последние пять лет, там вырисовывается конкретно, все хотят персонального менеджера, никто не хочет общаться с колл-центром. То есть банковское обслуживание в России, интернет начинает превалировать, он отбирает поколение Next, которым проще нажми на кнопку, получишь результат. Они там живут сейчас уже. Но вот мое поколение, это 30 с плюсом, да, ближе к 40, все-таки глаза в глаза, и чтобы вот в любой момент снять трубку и сказать, у меня проблемы, проконсультируй. Этого хотят абсолютно все. Вот. Потому что это индивидуальный подход, и это не так. Но проконсультировать должен не сотрудник колл-центра при этом, Нет, нет, это твой персональный менеджер, которому ты доверил те свои сбережения, которые занес банк. Понятно, мне легче, я знакома и с тем руководителем, и ниже, и поэтому я как рыба в воде. Но люди хотят персонального подхода. Я понял. Лена, спасибо. Сейчас еще раз послушаем новости, и потом продолжим. Уважаемые слушатели, мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В студии Елена Ищеева, исполнительный директор Банки.ру. Ну, давай все-таки я так буду называть. Значит, сегодня мы обсуждаем вот какую тему. Правда, никак до нее непосредственно не доверемся, потому что очень интересная беседа. Ну, и Лена, очень интересный человек, и огромное количество событий в ее жизни. Нет, ну, если честно, Олег, меня, конечно, очень сильно удручает, что никто не может позвонить и назвать даже хотя бы руководителя своей компании, сказать, вот это тот руководитель классный, который действительно определил лицо нашего бизнеса. Неужели мы настолько не любим тех, кто нами управляет? Мы считаем, что они все сволочи, да, там... Ну, подожди, ты... Подвижники Сталина. Ну, есть же... Вот я видела, как Женя Касперский целует своих сотрудников вот в открытую. Я когда с ним выезжала, он так любит людей, которые на него работают, что для меня был ступор. Я стала, говорю, он так со всеми. Он так со всеми. Понимаете? Это вот... Притом бизнес-то уже вышел... В Европе уже у него столько заказчиков, наверное, больше, чем в России. То есть он настолько открыт, дружелюбен, он компанейский, он генеральный... Вот рядом с ним стоишь, а от него ток-ток-ток-ток-ток. Если бы таких людей, лампочек, вот таких лампочек, прожекторов, было по России не один-два, ну, 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 что же их так мало-то? Ну, где же они все? Трам-парарам. Трам-парарам. Хорошо. Я не очень корректный, может быть, пример приведу, да? Огромная страна России, а 11 человек на футбольном поле набрать не могут они. Ты думаешь, их нет? А я боюсь это звенья одной цепи, потому что истинные звезды играют в каком-нибудь циктывкаре, и денежек им не хватает попасть в сборную. И лампочек-то, да, как ты их назвала, их огромное количество наверняка, но Россия всегда... Где светит вопрос? Где их, да, как их искать? А вы знаете, это же надо пропагандировать. Любовь к тем, кто однажды поднялся и не честно заработал, а честно заработал. Вот когда государство начнет гордиться честно заработанными бизнесменами, это многое изменится. Смотри, вот, кстати, очень интересную тему ты затронула, ведь действительно, ну, во-первых, наш рынок российский, он не так долго существует, о чем бы мы ни говорили, это там 10-20 лет. Да, по сравнению с остальным миром и младенцем. Более того, подавляющее большинство, ну, давай, хорошо, значимая часть состояний нажита известным путем. И в какой-то момент мы сталкивались с этим. Я не знаю, как сейчас, сейчас это выглядит, да, ты занимаешься бизнесом, я наемный рабочий, у меня был когда-то свой бизнес. И в какой-то момент я сталкивался, еще раз говорю, с этим, слово бизнесмен звучало неприлично просто. Да, ну, как в разгар кризиса про весь банковский сектор говорили эти жирные коты. Да, эти жулики. Я это слышала и в спину, и мне до сих пор пишут, что там, мы потомки-старухи-проценщицы, вас еще найдем и с вами поговорим. Но люмпенство никто не отменял, к сожалению, оно прогрессирует, что пугает. Потому что в этом направлении, если мы будем развиваться, мы вообще потеряем последние задатки и склонность к цивилизованному бизнесу. Но моя задача раскопать тех, кто сделал и просто тихо сидит, примус подчиняет. А таких людей очень много. Просто они не любят СМИ, они не любят афишировать свои взаимоотношения, свой бизнес, потому что есть страх, как тот же Валера сказал, что придут и отнимут. Но как он тоже, мне очень понравился, он сказал, ребята, растите бизнес до определенных размеров. Вот до этого можно, дальше уже опасно. А это надо четко определить. То есть дальше уже могут отнять. Да, да. А здесь не будут. Знаете, когда мы спокойно говорим на эти темы, это страшно. То есть в нас уже что-то сидит, мы реально другие, поэтому на Западе с нами вообще сложно иметь дело, нас не понимают, нашу ментальность. как я была в Бельгии, бельгийский банкир русского происхождения сказал, Лена, как же мы вас боимся, вашей непредсказуемости. Вы ведете дела по понятиям до сих пор. И вот, наверное, понимаете, вот вы сказали, мы же знаем, как они заработали свое первое состояние. Ну, не знаем и предполагаем. Но, Олег, для нашего поколения нефть разобрана, газ разобран, трубы розданы, и нам осталось, и тут бац, в Россию входит интернет. Сейчас все стартапы, все статьи в журнале Forbes, это сеть, 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 как альтернатива происходящему, как иная реальность, где есть и положительное, и негативное. Но там есть тоже тренды. Мне кажется, за последнее время я уловила, если раньше, знаете, там порно, жуткий юмор пользовались спросом, это есть. Но сейчас такой дефицит качественного, правдивого, интересного материала, что вот по обзору наших аналитиков интерес вот к качественной журналистике в интернете будет прогрессировать. То есть мы заняли эту нишу, контент содержать очень дорого, содержать пул журналистов, кормить и обеспечивать, это сложно. Но мы с Филиппом, пока мы стоим у руля банкиру, мы будем отстаивать контент, потому что, как говорят те же банкиры, если контент уйдет с портала, а это статьи, обзоры, аналитика, мы потеряем лицо. Ну и, наверное, все-таки... То есть у нас бизнес-модель очень сложно понимаемая для запада. Они говорят, а что вы, нарисуйте формулу, свинка, деньги, прибыль. Вау, это классный сайт. Я такая, а поговорить? И вот опять, да, следует фраза, вас русских не поймешь. Очень сложно. Но видите, кто бы знал, что как в том знаменитом фильме, знакомьтесь, Джо Блэк, совет директоров, люди в черном, рисуются графики, ты сидишь, с тобой говорят о миллионах. Я думаю, я все порой сижу и говорю, мама дорогая, я видела это в голливудском кино, а теперь я здесь. Сама внутри этого. Это трэш. Не, ну, женщине попасть в мужской бизнес, а все-таки банковский бизнес в России сугубо мужской. И мне очень нравится, что владельцы бизнесов, я вот на днях получила разрешение на эксклюзив с очень закрытым человеком, который, в принципе, мало общается с прессой, но он сказал, вашему порталу я интервью, вот сначала ты работаешь на репутацию, а потом репутация работает на тебя. Я очень это ценю. Ваш портал уже настолько, да, зарекомендовал себя, что даже подобные закрытые личности могут быть. Я могу похвастаться, что у меня есть эксклюзивы, которые, в принципе, не каждый может себе позволить. А я, честно говоря, сейчас подумал, знаешь о чем, что банки ТРУ, я о них слышал давно, я никак не связывал их с тобою. Ну и замечательно, значит, я не сильно кричала. Да и не надо, слушайте, для меня, поймите, для владельца компании великое счастье. Я тоже где-то, о, банки РУ, банки РУ. Ой, бренд знаем, заходили, пользовались, депозиты искали, кредиты получали, лидогенерации, сейчас там столько всего происходит. И только подумал, подождите, это вы, и вот тут это великое счастье. То, что наш ребенок известнее родителей, как мы, как настоящие родители, будем только это приветствовать. Не, ну это здорово, я согласен, да, потому что успехи ребенка-то, они и родителям приятны прежде всего. Ну если знать, что ты родитель этого ребенка, ну это вдвойне приятно будет. Ну не все так просто, но вы просто поймите, что, ведь заметьте, я не пошла получать MBA, я не пошла учиться в Сколково, хотя у меня была такая возможность, я тоже там делала интервью, мне рассказывали. Я просто выбрала учиться вот эмпирическим путем, опытным, опытным. На это тратится огромное количество сил. И все-таки я уже не девочка, да, но, наверное, желание познавать, желание двигаться и не стагнировать, оно позволяет выживать в бизнесе. И это очень уважают эту позицию люди, которые с нами имеют дело. Они понимают, что нам непросто, но мы беседуем на равных. Все-таки заставить владельцев банковского бизнеса воспринимать тебя всерьез, я считаю, это великое достижение, и мы вот как бренд, и как очень хорошая профессиональная команда, конечно, будем держаться за это до последнего. Это правильно, а тем более я хочу подчеркнуть, что с одной стороны есть некие знания профессиональной области, да, ну в той же банковской сфере, ты можешь получить диплом, действительно, MBA, высшей школы экономики, еще какого-то брендового, потратить время и деньги. Время и деньги, да, и будешь разбираться в процессах, да, денежных переводов, перекладывания из одного другого, но при этом бизнеса построить не сможешь, потому что здесь нужно что-то другое, ты же говорила, мне кажется, я сейчас нашла ответ, в России до сих пор рулят отношения между людьми, а не бизнес-процессы. Мы очень понятийная держава, мы реально иные, и вот это ощущение можно поймать только кончиками пальцев, прикасаясь, но когда ты приносишь пользу людям, а все-таки портал поднялся на отзывах клиентов, они стали заставлять банкиров слышать, что клиент желает, и когда под нашим нажимом, под общественным мнением меняются продукты, меняются офисы, мы подсказываем, куда идти, чтобы всем нам было легко, комфортно и цивилизованно, то есть мы участвуем в процессе пресловутой финансовой грамотности, финансового просвещения за свой счет, но потому что этим мало кто занимается, и мы говорим честно, что нравится, что не нравится, понимаете, ведь можно купить любое маркетинговое исследование, но чем, как бы, как вот мне сказал один владелец бизнеса, я просто боюсь называть фамилии, он говорит, я захожу, я нажимаю кнопку, и я знаю, что я услышу напрямую, что думают клиенты о моем деле, не от помощника, который за это получает зарплату, а увижу сам своими глазами. То есть он заходит к тебе на портал, да? Да, это народный рейтинг, это наша визитная карточка, и только там владельцы любого ранга получают достоверную информацию, чем же недовольны потребители их услуг, а правда стоит дорого, особенно в нашей стране. Да, все время мы сделаем ссылку с тобой. Ну а что делать? Я езжу по миру, я смотрю, как у других, что-то у них спокойно, там у них там кризисы, мы растем. У них скучно, у них скучно. Да, 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 они уже потухли, а у нас еще есть пяток лампочек. Я тебе хочу, недавно у меня был эфир сухого остатка, был, был один из коллегов из Саксо-банка, он рассказал, что он был летом в Греции, и там увидел демонстрацию, ну сейчас в Греции демонстрации, в Европе демонстрации, им плохо, им не очень комфортно сейчас, экономическая ситуация такая, так вот там была демонстрация по поводу, и дальше двоеточие, отмены 17-й зарплаты. Да, я слышала об этом, да. Вот так вот. Нам бы их проблемы. А вы, да, вот-вот, а вы говорите. Но мы не рассчитываем на зарплату, и не рассчитываем на пенсии вообще, рассчитывать на то, что о тебе кто-то вспомнит, это, знаете, такая пораженческая. Сам, за себя, и еще за того парня. Тогда точно свою 17-ю зарплату заработаешь. Ну дай бог. Значит, смотри, вернемся к сегодняшней... Список не пополняется, озвучим. Касперский, Чичваркин, Тиньков лидирует среди тех звезд, которые определили лицо своего бизнеса. Лена, один уже не с нами, Чичваркин, который... Ну вернется, Бог даст еще. О, вы верьте в чудо. А, вот вариант того, что его судьба вот так сложилась, может быть, то, что Костя говорил, он не послушался Меладзе, не надо развиваться слишком сильно. Да, да. Планку, уровень сопротивления пошел. Он немножко выше радуги, somewhere on rainbow, он чуть-чуть шагнул туда. Да, да. Понимаете? Надо знать, каждый сверчок знает свой шесток, но вот это, к сожалению, и сдерживает по многим показателям Российскую Федерацию. О, как я заговорила. Да, ты круто. Парламент меня срочно. Ты круто, не надо, давай с нами еще побудь немножко. Конечно, конечно. Смотрите, я еще раз хочу напомнить, ну, прежде всего слушателям и нам с Леной, что мы сегодня обсуждаем роль личности руководителя при становлении частного бизнеса. Очевидно, что эту роль трудно переоценить. Да, такое есть избитое тоже выражение. Это очевидно, что во многом как раз... Олег, добавьте от себя кого-то. Ну, вы же тоже сказали, что были бизнесменом. Добавьте в этот список кого-то из ныне живущих. Не буду я этого делать. Ну, потому что я ведущий... Вы никого не знаете. Да. О, гениально. Отмазка такая. Я никого не знаю. Ну, Лен, ну, это некорректно будет. Но вы же человек, у вас есть своя позиция. Модерирую. Подожди, Лена. Модератор это не профессия. Это другое. Хорошо. Так вот, я тем не менее, несмотря на то, что Лена берет бразды правления свои, вы заметили, живет все-таки в ней еще это вот, ее прошлое. Почему? Она во мне прогрессирует. Прогрессирует, да. Причем почему-то прогресс этот абсолютно наиболее наблюдается в студии Финам. ФМ. Сейчас она будет выхватывать у меня из рук микрофон. Лен, Лен, смотри, еще раз. Давайте. Роль личности руководителя, ее трудно переценивать. Ключевая. Ключевая, да. В частном бизнесе, не в госструктуре. В частном, безусловно. И во многом успеха этого самого бизнеса зависит от того, кто стал у руля. Ой, стоп, возьму-ка я свои слова назад, потому что то, как модернизировал и видоизменил и делает то, что делает со Сбербанком Герман Греф и его команда, я, зная ситуацию изнутри, снимаю шляпу. То есть, раньше, да, было иначе. Пришел господин Греф и... Ну, разительные изменения. Не сразу, не везде. Но я сама хожу в Сбербанк регулярно. Я говорю не по отзывам портала. Я вижу огромные изменения. Очереди есть, и они будут. В чем они? В чем они? Электронная очередь, обслуживание персонала. Я тебе скажу, в чем изменения. Ребрединг произошел. Нет, да ладно, это галочка. Три полосочки. не бейте ниже пояса, ну, не бейте ниже пояса. Давайте опустим эти сонки. Хорошо, ладно, вычеркнули. Что произошло? Интернет-банкинг, наличие терминалов, где ты можешь, минуя очередь, совершать платежи, карточки, вот эта оплата коммунальная. Они стали придумывать то, что людям будет удобно. И если ты умеешь пользоваться... Ну, это заслуга Грефа, его команды, ты считаешь? Ну, это тренд. Любой банк возьми, даже третьего уровня какого-нибудь. Желание руководства, а не хочу я, а будут стоять, а будут ползать. Это на все должна быть политическая воля. Это воля сделать... Ну, таких нет сейчас руководителей, даже самые... Здравствуйте, а как же нам жить-то, если таких нет? А где же мы их потеряли? Леночка, давай, как нам жить, мы поговорим чуть позже, сейчас слушаем новости на Финомаху. Ну, что ж, друзья мои, течет время, течет время, и, к сожалению, осталось не так много, а поговорить бы очень еще хотелось, тем более, в студии у меня сегодня такой интересный собеседник, со всех точек зрения, в студии Елена Ищеева, исполнительный директор банки.ру, и мы обсуждаем с ней ничто иное, как роль личности руководителя при становлении частного бизнеса. Кстати, я хочу вам напомнить, это просьба Елены, прежде всего, и моя личная. Ну, попытайтесь все-таки сформулировать, кто, на ваш взгляд, является вот таким вот флагманом собственного бизнеса, чтобы сказать, назвать фамилию, да, и понять, что за его спиной, вот это его дети, сейчас мы, кстати, Сбербанк с Леной вспомнили. Это не частный бизнес, надо сказать, все-таки это госкорпорация, да, это гигант, который может себе позволить не делать ничего, и все равно люди будут приходить в этот банк, и то, что принята стратегия меняться, внедрять инновации, заставлять, сейчас же как банки делают, откроешь вклад через онлайн, процент повышенный, то есть, и ты уже вынужден это освоить, если хочешь заработать, и это делают и коммерческие структуры, и государственные, они говорят, с мозгами заработаешь больше, а так будешь стоять в очереди, и дальше торговать лоптями, о, какой тренд, торговать лоптями, может быть, тоже прибыльный бизнес, особенно сейчас, да, это точно, ну так вот, очевидно, что личность, да, сложно переоценить, важна, да, но в чем, давай так, в каких нюансах мы можем с тобой увидеть эту личность, то есть, что она может дать, бизнесу? Корпоративная этика компании во многом зависит от личности руководителя, что он любит, что он не любит, в ряде крупных корпораций здоровый образ жизни, запрещено курить, есть определенный дресс-код, существует дисциплина взаимоотношений, все-таки в нашей стране дисциплина, это ключевое слово, для того, чтобы машина работала. Учитывая, что взаимоотношения, да, все настроится именно на отношениях, поэтому дисциплина. Отношения, да, да, и именно от желания первого лица порой очень многое зависит, оно же как бы определяет, да, и оно является первым лицом, по нему судят, ну а когда у тебя миллионный штат, то есть я знаю, что идет работа с персоналом, и крупные компании вкладываются в своих людей, и стараются, это не адепты, но стараются донести свою идеологию, а потом она перекидывается еще и на клиентов, и то есть мы вот такими небольшими сообществами как-то кучкуемся и существуем. Это личный пример, это личные вкусы, это правда, и еще вот я тут себе написала, что, наверное, ты имеешь право зарабатывать, заботясь о людях, то есть если во главе угла вот мозгов руководителя стоит все-таки какая-то этическая, моральная норма, это сказывает. Во главе угла ее поставить, все-таки бизнес есть бизнес, да, ничего личного, кроме бизнеса, во главе угла должен быть, извини, пожалуйста, банальная прибыль. Сгорают быстро, сейчас ты показал тысячи процентов роста, а потом ты рухнул и потерпел фиаско, просто, знаете, срубить бабло, мне кажется, эта эпоха точно проходит, сфер, где это можно сделать моментально, остается все меньше и меньше, и на передний план выходит качество предлагаемых услуг. Человеку должно быть комфортно, он должен захотеть вернуться, он должен доверять. И вот эта связка, она тяжелая, непростая, но мне кажется, она наиболее эффективная. Давай послушаем, у нас есть звонок. Неужели? Кирилл, порадовали Лену, добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Добрый. Значит, я не помню, называли Тинькова. Тинькова называли уже дважды или трижды. Ну, и Лена называла, так что-то. Понятно. А кто еще? Немного подпорчен настроение, все-таки нечастным сектором, а госсектором. Я считаю, что господин Якунин попадает. Железные дороги, да? Хороший пример. Да, это РЖД. Да, я выяснил. Она вот тут поменял РЖД точно так же, как Грех поменял Сбербанк. Спасибо, спасибо. Нет, я ждала этих имен, но просто я не могу их генерировать сама. Якунин добавляется в список звезд отечественного бизнеса. Но видите, все-таки, да, это опять государственная структура, но руководитель РЖД, а у них еще есть свои банки. Это мощная, мощная структура, и только сильный руководитель, я думаю, да, способен все это как-то держать в порядке. Кирилл, спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Добавляем. Кстати, смотри, мы сегодня же обсуждали тему, да, Костя Меладзе, который предложил, да? Почему мы не можем называть фамилии, громкие фамилии людей, занимающихся частным бизнесом? Потому что они до определенной планки, видимо, и все, и они не на виду. Кстати, по этому поводу, извини, есть вопрос. Из сети? Да, из сети. Пишет следующее. Многие наши талантливые предприниматели предприниматели предпринимают держаться в тени. Да. По понятным причинам. По понятным причинам. А мне обидно. Я росла на каких-то вот... У меня были кумиры в детстве. Понимаете, я смотрела какие-то фильмы, думаю, господи, неужели это возможно? Ну, кстати, 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 давай. Ну, нельзя, ну, нельзя, ну, нельзя вот на только второсортном кино воспитывать. Ну, так все это вот... Ну, так мне жалко то, что происходит. У меня просто даже нет слов, потому что я просто предпочла в эти игры не играть. Но личности яркие должны быть и в литературе, и в культуре, и в спорте. Вы знаете, у меня на полке в спальне стоит книга Галины Вишневской. «Царство небесное», кстати, вчера, да? Да. Понимаете, я не знаю почему, я с ней никогда лично не встречалась. Но сила характера этой женщины, сила справедливости ее суждений, ее несгибаемость ни перед чем... Вот меня завораживало, как только я ее однажды где-то увидела, я стала за ней наблюдать. Меня никто к ней не подводил. Я сама решила, сама нашла. Это потеря. Это потеря, хотя я и оперу-то не люблю. Просто есть бриллианты... Ну, ты с точки зрения его стержня. Есть люди, рука пошла наверх, и есть людишки. И моя задача по жизни общаться с людьми с большой буквы. Потому что они мне в этот момент что-то дают, и я становлюсь иной. Но их, к сожалению, узок рук этой интеллигенции. Да, к сожалению, да. Их становится все меньше и меньше. Кстати, я бы представил, если бы Галина Вишневская стала бы руля какого-то бизнеса, наверняка это... Это была бы честность, прозрачность, жесткость. Да, это... Куда без жесткость? Это была бы я... Это была бы женщина, достойная в этом списке. Если бы, да. Но у нее есть свой центр и так далее. То есть она... Она занималась своим делом, занималась успешно, занималась профессионально. Я бы еще, кстати, добавила, наверное, Вадима Дымова. Все-таки его... Но он сейчас в последнее время немножко в тени, но достаточно интересный предприниматель, и я тоже с ним была знакома. Я была даже на его колбасном производстве, где я все видела, как это делается, как люди дорожат своим местом, какие там зарплаты. То есть, понимаете, я рассуждаю не теоретически. А ты была, кстати, когда? Тогда или уже сейчас? Вот, нет, я была с банками РУ. Вновь в качестве. Да, я пришла, у меня есть программа «Частное мнение», где я могу беседовать и с бизнесменами. Понимаете, я могу делать все, что я хочу, потому что я слишком многое хочу, и у меня есть площадка, где все мои хотелки можно реализовать без оглядки на... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но я играю в своих строгих рамках. Также я научилась у великих мира сего. Мы избегаем политических тем. Мы все-таки курируем исключительно финансовые вопросы. Это правильно. И, наверное, это залог долгожительства по многим направлениям. Ну и правильно, конечно. И этому я научилась у достаточно умных и опытных людей, построивших большие корпорации в России. И правильно, я еще раз повторю, мне кажется, да, изначально-то, да, если мы занимаемся бизнесом, надо же заниматься вне политики. Нет, ну просто деньги и власть, они вообще рядышком идут, да, и они очень сильно влияют на личность людей. К сожалению. К сожалению. А по идее они не должны пересекаться. Мы на портале четко для себя определили, что мы вне политики, и мы вне каких-то вот течений. Мы доводим правдивую информацию по финансовому направлению. Главное, что правдивую. Еще один есть вопрос. Ну давай постараемся на него ответить. Кстати, это вопрос вот в рамках нашего с тобой рассуждения о том, как бизнесмен выстраивают свою, ну так, политику корпоративную, да, свои отношения с персоналом. Да, совершенно верно. Вот звучит это несколько странновато, но я думаю, понятно, о чем речь. Спрашивает Сергей, как вы относитесь к офисному сталинизму и офисному либерализму? Похоже, говорит он, у нас работает сталинизм в основном офисный и либерализм хромает. Либерализм, это что значит? Когда приходит сотрудник, когда хочет, делает что может, а не то, что надо, и получает свои кровные, независимо от результата. Нет, я такой либерализм не люблю, потому что за этого сотрудника мне придется впахивать всю ночь. Значит, кнут и пряник. Где-то сталинизм, где-то либерализм. Предположим, мы в компании оплачиваем медицинскую страховку, оплачиваем парковку сотрудников, оплачиваем питание. Это что? Это забота о людях. Извините, буду называть вещи своими именами. Но если у нас аврал, да, это работа до 12.00. По московскому времени, 24.00. И мне кажется, что мы имеем право рассчитывать на взаимопонимание наших сотрудников. Потому что, когда надо, когда у них рождаются дети, мы выплачиваем хорошие подъемные деньги. И люди получают. И это же мы делаем, мы режем часть своего дохода, говорим, на, рожай, свадьба, получи. Вопрос, что к хорошему быстро привыкаешь. Я хотел именно об этом и спросить. Есть такая проблема. Встречается, да. Встречается. Есть проблема. Можно получить, да, знаете. Получать-то хорошо. Денежку получить, а потом еще прийти и попросить прибавку к жалованию. Так, процентов на 50. И вот тут главное вовремя остановиться и спросить, за что, почему и об основе. Может, и нагрузочки тогда возрастут. А потом на просьбу, да, поработать до ночи и сказать, ну что, у меня сегодня другие планы. Ну как вы можете? К сожалению, и с этим сталкиваемся. А как вы? Режете, режете по-живому? Да. Серьезно? Да, на днях как раз порезали, потому что на парт задания, что свалился срочный контракт, человек сказал, я занят. Он пошел на улицу. Ну, видимо, он чем-то был занят, и он теперь этим и занимается в основном. Ну, даже такая информация должна подаваться в ином ключе. Мы люди. Ну, например, как? Вы знаете, Леди Гага приезжает, я на нее билеты взяла, ну отпустите, не вопрос. А когда, вы знаете, у меня есть другие дела. Ну да, да. Гораздо более важные. Все дело в каке, в подаче. Мы же все-таки, да, люди. Человеческие отношения. Опять, да, к этому, видите, у нас, собственно, базис такой. Ну, это жизнь, это жизнь. И поймите, Олег, она настолько у меня сейчас иная, она настолько другая. Ну, ты вообще кайфуешь? Я реально кайфую. Потому что у меня бортовой компьютер, который вот под наушниками, он работает 24 часа в сутки. Есть проблема одна, что физически, физика уже не дотягивает. Ну да, он перегреться может, я тебе хочу сказать. То есть обилие тем, обилие интересов. Я должна, ну, в этом городе невозможно быть здоровой, потому что живешь в пробках, питаешься нерегулярно. К сожалению, для бизнеса у нас город. Вот в Лазанье я бы развернулась по полной. Я бы думаю, что у меня бы уже просто была мега империя. А здесь вот, как сказал тоже Валера, не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов. Я при этом сказал, что в России, к сожалению, очень дорого жить нам приходится. Это очень дорогая страна, и мы здесь платим по двойному, по тройному тарифу за все услуги. Начиная от покупки одежды до образования наших детей. Так что социум у нас непростой. Именно поэтому у нас, да, если, может быть, кто-то со стороны на осмотр, у нас и аппетиты, да, с его точки зрения завышены. Но это не завышенный аппетит, а это возможность жить достойно просто вот в этих условиях. А они действительно несколько неординарны. Ну вот мы стараемся, и все-таки я еще раз хочу сказать, нам нужны, нам нужна система координат, нам нужны рэперные точки, это те люди, глядя на которых молодые будут знать, что все возможно. Понимаете, Юрий Гагарин очень захотел, в космос полетел. Сейчас космос не актуален, давайте тогда новых кумиров выдвигать, которые захотели. Многие не могут сказать, что сделали честно в этом проблема. Они не могут быть прозрачны до конца. Но есть шанс, что зародится поколение, где можно будет прозрачность бизнеса отследить с первого до последнего момента. Я понял. Спасибо, Лена. Спасибо. Подписываюсь по всеми твоими словами. Уважаемые слушатели, в студии сегодня Лена Ищеева, исполнитель директор банки.ру. Она очаровательна, она деловая, у нее все впереди. Спасибо. Надеюсь и ждет.